Бюджет города рассмотрен в двух чтениях и принят единогласно. Сегодня на очередном заседании городской думы депутаты утвердили главный финансовый документ бюджет муниципального образования город Лабытнанги на 2019 год и плановый период. Основные параметры этого документа были детально обсуждены на публичных слушаниях и в ходе работы постоянной думской комиссии по бюджету, финансам и налогам. Всего же повестка дня сегодняшнего заседания думы включала в себя 16 вопросов. Заседание началось с объявления благодарности городской думы шести членам участковых избиркомов в связи с 25-летием российской избирательной системы. Стратегия экономического развития города, принятая 4 года назад, нуждается в корректировке. Прогноз социально-экономического развития муниципалитета характеризуется словами устойчивость и стабильность. А прогнозный план приватизации муниципального имущества включены 12 объектов недвижимости и 17 позиций по разделу прочее имущество. Соответствующие решения были приняты на этом заседании думы. Но главная его задача – это принятие бюджета на следующий год и плановый период. Бюджет следующего года будет значительно больше того, что первоначально планировали на текущий. Безвозвездные поступления из вышестоящих бюджетов увеличиваются на 788 миллионов рублей. Собственные доходы местного бюджета тоже немного подрастут. В результате доходная и расходная части бюджета сформированы в размере 4 миллиардов 836 миллионов 500 тысяч рублей. Части равны. Стало быть бюджет бездефицитный и, само собой, социально направленный. Расходная часть бюджета на трехлетний цикл сформирована в структуре и формате 20 муниципальных программ. Это 99,4% или 4 миллиарда 806 миллионов. Непрограммная часть документов составляет 0,6% или 30 миллионов рублей. Объемы программных расходов увеличены на 2019 год в уровне 2018 года на 792 миллиона. Основная доля расхода в структуре документа имеет рост показателя в сравнении с прежним периодом. Социальные направления являются преобладающими. Расходы на социально-культурную сферу в целом возрастут на 11% и составят 2 миллиарда 847 миллионов рублей. На жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт и строительство рост в процентном отношении еще больше – 63%. В рублях это 1,273 миллиона. Практически по каждой муниципальной программе предполагается рост финансирования. Самое объемное – развитие системы образования – стоит 1,660 миллионов рублей. А в целом на сферу образования, с учетом капремота «Катюша», содержания снежинки и прочих вещей, выделяется 1,910 миллионов. Такие же тенденции в ремонте и содержании дорог, благоустройстве и развитии городской среды, культуры и спорта. 686 миллионов пойдет на развитие городской среды, 537 миллионов – на социальную поддержку граждан, более 330 на культуру, 173 на развитие физкультуры и спорта. 183 миллиона выделены на реализацию программы обеспечения комфортным жильем. На социальную политику в целом выделено 720 миллионов рублей, это на 50 миллионов больше, чем в текущем году. Очень четко видно, что у нас сегодня бюджет – это бюджет развития, то есть закончилась стагнация. Значит, отмечаю, как большой положительный такой плюс – это принятие новой муниципальной программы поддержки местных инициатив. Это как раз вот наш проект, да, инициативное бюджетирование, он поддержан финансово. Ну и то, что сохраняется социальная ориентированность бюджета и основную долю расходов предусмотрено на поддержку тех направлений, которые вот социально значимы для жителей города – это здорово. Проект бюджета прошел экспертизу в контрольно-счетной палате. Все замечания к сегодняшнему дню устранены. Бюджет у нас увеличился, бюджет был подготовлен качественно, была проведена проверка контрольно-счетной палаты, была проверка проведена окружным департаментом профильным, соответственно, были определенные решения и сделаны поправки с нашим департаментом. Эти поправки учтены и, соответственно, нет причин, конкретно у меня, как у депутата, не принять, не поддержать данный бюджет. В итоге единогласным голосованием принят бюджет бездефицитный, социально направленный, а его объем гарантирует безусловное выполнение всех социально-экономических обязательств муниципалитета. В ходе заседания рассмотрен еще ряд вопросов, связанных с необходимостью внесения изменений в положение об управлениях и департаментах администрации города. Эта необходимость вызвана изменениями в федеральном законодательстве. Практически все положения дополнены статьями о поддержке благотворительности, добровольчества и волонтерства и содействии развития конкурентной среды. Игорь Борисов, Эдуард Захаров, программа «Время местное».